Точно. Ёмко. По сути. Радио «Спутник» в Крыму. Мы формируем повестку дня. Студия Алла Горева. Продолжаем эфир. Говорим о самом важном, интересном и актуальном. Всероссийская акция «Поделись своим знанием». Она проходит с начала сентября, с 1 по 9 сентября. Она организована Российским обществом знаний при поддержке Минпросвещения России и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Эта акция охватывает сотни тысяч школьников и студентов как в городах, миллионниках, так и в самых удаленных уголках нашей страны. А лекторами выступают известные государственные и общественные деятели, выдающиеся ученые, популяризаторы науки, лидеры бизнеса, представители сферы культуры и искусства, спортсмены и другие наставники, которые добились успеха и готовы делиться своим опытом и знаниями с молодым поколением. Вот сентябрьская акция, она должна стать и стала уже, собственно говоря, третьей. В рамках первых двух инициатив прошли более 10 тысяч просветительских мероприятий, которые объединили более 200 тысяч участников разных возрастов. Вот министр просвещения Российской Федерации отметил, что просветительская акция стала уже доброй традицией. И это говорит о ее востребованности и вообще о востребованности вот таких вот подобных форматов общения между представителями различных профессиональных сообществ и молодежи. Вот маленькая цитата у меня есть. Это очень ценно, когда эксперты, ученые, знаменитые спортсмены, деятели культуры общаются на равных с ребятами, отвечают на их вопросы, делятся своим уникальным знанием, рассказывают о современных возможностях. Сегодня мы наблюдаем неподдельный интерес к создаваемому всероссийскому детскому движению. Школьники много спрашивают нас о своей роли в объединении, чем оно может помочь им в развитии талантов. Уверен, что спикеры акции поделились своим знанием. Это как раз те люди, которые могут ответить на подобные вопросы, рассказать, что для школьников и студентов открыто множество дорог, как для профессионального, так и личностного роста. И участие в акции – это прекрасная возможность познать себя, а также вдохновиться на новые свершения, отметил министр. Мне очень приятно представить студии моего гостя. Это Владимир Олегович Курьянов, проректор Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Крымский федеральный университет имени Вернацкого. И он же председатель Крымского регионального отделения Российского общества знаний. Владимир Олегович, я вас приветствую. Добрый день. Владимир Олегович, я что смогла, я прочитала про эту акцию, просветительскую, которая называется «Поделись своим знанием». Даже выбрала цитаты. И все-таки, вот у меня самый первый вопрос, как она прошла в Крыму? Кто в ней принял участие, да. И во что это нам, вот это вот все нам вылилось, во что? Как отреагировали на нее дети? Первое, что я хочу сказать, с точки зрения организационной, а в любом крупном мероприятии это всегда важно, мы очень признательные, общество знания я имею в виду, Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым. Министерство очень активно включилось в решение этой задачи, в организацию площадок для проведения мероприятий. Часть площадок мы подобрали сами, но значительное количество мы получили уже от министерства. Это очень важно, потому что само общество знания, организация общественно-государственная, и естественно, что взаимодействие здесь общественности с государственными структурами играет чрезвычайно важную роль. Итак, некоторые цифры. 296 выступлений на 381 площадке. В Крыму. В Крыму. Так это здорово, Владимир Олегович? Это здорово, потому что Крым сегодня, так, с переменным успехом, окончательные итоги еще не подведены, делит пятое-шеестое место в Российской Федерации, что говорит о том, что мы все вместе, я это особо еще раз подчеркиваю, сработали хорошо. Ну, давайте даже возьмем простую цифру. Мы сейчас не готовы еще дать итог по абсолютно точному количеству участников. Эта цифра еще немножко уточняется. Но я могу сказать, например, что, когда я сам читал лекцию в ПГТ Советский, в техникуме гидромелиорации и механизации сельского хозяйства, у меня в аудитории сидело не менее 70 студентов первого и третьего курсов этого техникума. И подобное количество было на большинстве мероприятий, особенно там, где мы использовали лекторов общества знания. Они еще не имеют такого статуса. Это, ну, как бы, мы их так называем, потому что они очень тесно с нами взаимодействуют в организации и проведении подобных мероприятий. Ну, это же, на самом деле, очень привычное название, Владимир Олегович. Название действительно очень привычное. И оно понятное абсолютно, да? Конечно, конечно. Ну, нам-то с вами уж точно. Да, мы с вами об этом еще немножко поговорим. Сама акция. Ну, вот я приведу несколько тематик лекции. То есть, вы понимаете, что тематика была направлена на несколько основных, таких вот глобальных вопросов. Первый вопрос – это история и борьба с фальсификацией исторических фактов, вот, и событий из нашей прошлой истории. А вторая, и мы считаем эту часть тоже чрезвычайно важной, она направлена на разъяснение молодежи, их возможностей в современной жизни, доступным языком профессионалов. Потому что каждую эту лекцию читал специалист в своей области. Ну, например, ведущими лекторами у нас были заместитель председателя Государственного совета Республики Крым, например, Владимир Витальевич Бобков. Председатель Государственного комитета по молодежной политике Зинченко. Проректор нашего федерального университета по молодежной политике Ельтин. То есть, это люди, которые знают свой предмет и знают, о чем можно говорить с молодежью. И самое главное здесь, я хочу сказать, заключается даже не в том, что мы собрали большие аудитории, о чем-то детям рассказали. Самым важным достижением, мои коллеги, те, кто делился потом впечатлениями о проведенных мероприятиях, так вот самое главное они назвали, что дети были неравнодушны, и молодежь была неравнодушна. То есть, они участвовали и задавали вопросы. Это был диалог, это был диалог, потому что вопросы задавались по существу, а это говорит о том, что слушали и слушали внимательно. Я как раз хотела спросить, о чем чаще всего спрашивали, Владимир Олегович, сегодня дети, наша молодежь. Вы знаете, вопросы были разные. Вопросы и политического характера, и экономического характера. И очень важно, это вопросы, связанные с личностным развитием и личностным ростом, поскольку все-таки молодежь, она в будущее смотрит всегда. И нашим детям, которые сегодня заканчивают школу, если говорить о школьниках, это в основном 10-11 классы были представлены, а студенты были самых разных курсов. Так вот, нашим школьникам совсем не все равно, что их ожидает в обозримом будущем. Поэтому были вопросы к политологам, например, кто выступал, и по поводу специальной военной операции, и оценочные суждения относительно того, что происходит на Украине. Я должен сказать, что это не заученные какие-то были фразы, вот по комментариям наших коллег. А это живые вопросы и живые комментарии. То есть молодежь многими вопросами интересуется. И вот это вот бытующее сегодня мнение, если хотите, штамп о том, что современная молодежь, она инфантильна, ей мало что нужно. Но это неправда, это неправда. Во-первых, это неправда. Мы прожили последние 8 лет в определенной атмосфере. Я как раз следующим вопросом хотела у вас спросить. Вот на ваш взгляд, вы же в КФУ, вы же в Крымском федеральном университете, да? На ваш взгляд, вот за эти 8 лет, молодой человек, вот он как-то изменился своим восприятием к миру. Мне кажется, что изменился. Конечно, изменился. Конечно, изменился. И здесь важно отметить, что после довольно продолжительного периода, который мы с вами тоже наблюдали здесь, в Крыму, до 2014 года, там тоже ребята были разные, но был продолжительный период о политичности. И тогда мы считали, что это хорошо, потому что студенты, вовлеченные в политическую жизнь государства Украина, это, как правильно, радикально настроенная молодежь, которая участвовала... Мы примеры-то с вами помним и знаем, Владимир Викторович, да. Во многих, так сказать, антигосударственных действиях. Но эта молодежь, она начала меняться после событий 2014 года. Ведь некоторая часть из них непосредственно участвовала в этих событиях тогда. А потом, ну, давайте говорить так, ну, просто вокруг смотреть. Если оценивать жизнь через то, какую рубашку ты надел или джинсы какой фирмы, это один вопрос, но на самом деле сегодня это не главное для молодежи. Вот я как раз хотела сказать, сегодня уже не это. А молодежь видит, что происходит вокруг. Молодежь видит, насколько интенсивно меняется республика. И, естественно, что она понимает, что в этой жизни у нее есть место. И не просто, как говорил один высокопоставленный чиновник, его любят цитировать, квалифицированного потребителя. Это место созидателя. Место человека, который может участвовать в общественных, производственных и политических процессах. Это очень важно. Значит, не зря были 8 лет потрачены. Конечно. И в первую очередь вами, как воспитателями. Потому что все-таки университет, а он наш, крымский, федеральный, он-то и задумывался именно для того, чтобы поменять психологию, вернуться к истокам, да? Совершенно верно. Что у нас было за 30 с лишним лет утрачено. И, наверное, вырастить какого-то нового молодого человека. Вы знаете, я вам скажу так, что университет, он ведь предназначен для того, чтобы дорабатывать и дошлифовывать на самом деле. В каких-то случаях, может быть, очень серьезно воздействовать на молодых людей. Но мы и из школы получаем сегодня других детей вот в этом контексте, о котором мы с вами говорили. Я не хочу критиковать сегодня образование вообще, хотя у меня много вопросов к нашей системе образовательной. Это тема отдельного разговора, а мы с вами говорим о том, что молодежь по-другому стала воспринимать этот мир. Не вся, не везде, но та часть, которую в налете и теперь уже в советские времена называли передовой частью тогда советской молодежи, Я могу сказать, что те, кто получают высшее образование или среднее профессиональное, большинство из них – это люди думающие, люди понимающие и люди, способные оценивать. У них могут быть свои оценки. Но это уже наша задача, если эти оценки отличаются от правильной трактовки конкретной ситуации в дискуссии, в диалоге, доказывать правоту иной точки зрения. И во многих случаях это приводит к хорошему результату. Вот мы сейчас говорим, а есть, знаете, такая фраза, она и была – дотянуться до молодежи. Вот сегодня какие форматы, какие способы можно использовать? Но то, от чего мы, собственно, с вами начали, это вот именно с марафона, да, вот с этой акции, это предполагает лектория, это предполагает диалог. А все-таки какими инструментами владеет сегодня еще ВУЗ, чтобы, в общем-то, дотянуться до молодого человека? Ну, ВУЗ сегодня, он рассматривает нередко студента как партнера в образовательных отношениях. Во многих случаях это правильно. Здесь очень важно не перейти вот ту тонкую грань, которая есть всегда. Как бы мы позитивно не оценивали нашу молодежь или значительную ее часть, если говорить о ВУЗовской молодежи, мы не должны перейти грань отношения преподаватель-студент. Потому что малейший намек на понебратство, малейший намек на то, что студент стоит на одном уровне с преподавателем, он очень быстро начинает работать в обратную сторону. Молодежь, она максималисты всегда настроена. Поэтому, если нам можно это, то давайте мы будем рулить. Нет. Здесь нет ситуации, что рулит кто-то один. Преподаватель он по определению человек, обладающий и большим жизненным опытом, и более глубокими знаниями своего предмета. Но партнерство в этом отношении, привлечение студентов к решению общего университетских задач, а в ряде вопросов и предоставление им инициативы, это правильный ход, который всегда, мы с вами это хорошо знаем, давал свои результаты. Молодежь должна проявлять инициативу, и мы обязаны эту инициативу, что называется, выпускать наружу и направлять ее в нужное русло. Тогда будет результат, тогда мы будем получать и хороших профессионалов в своей области знаний, и общественно адекватных людей, а это тоже в моем понимании немаловажно, ну и вполне возможно в конечном итоге и новую управленческую элиту и так далее. Которая нам сегодня крайне не хватает. Крайне не хватает, да. Видимо, где-то мы что-то упустили, то есть пробел такой есть, пробел такой есть. К сожалению, да. Владимир Олегович, я знаете, о чем хотел вас спросить, возвращаясь к лекциям, а случаются так, что дети, молодые люди задают сложные вопросы, на которые трудно ответить? Ну, я скажу так, дети задают, повторюсь, самые разные вопросы, иногда эти вопросы действительно... Начиная с того времени, как начинают говорить, да. Иногда эти вопросы действительно, на первый взгляд, могут поставить в тупик или породить желание осадить. Потому что мы, ну не секрет, что сегодня интернет, как мощнейшее орудие воздействия на умы людей и на технологии, как технология формирования, в том числе общественного сознания, он действует в большей степени, прежде всего, на молодежь, он и направлен больше всего на них. Вот. И поэтому, если к этому добавить, что... Считается, что неокрепшие умы. Если к этому добавить, что мы в этой ситуации еще и, ну скажем так, имеем дело все-таки с отголосками украинского прошлого, потому что... А мы имеем, скорее всего. Конечно, имеем. Конечно, имеем. Вот. То, естественно, что вопросы бывают такого характера, когда действительно хочется, ну извините, подзатыльник дать, а не разъяснять. Но этот же подход, он в принципе неприемлем. В принципе неприемлем. Соответственно, лекторы наши, которых мы подбираем всегда очень тщательно, потому что это люди, которые должны быть способны разъяснять, а не просто излагать какую-то точку зрения безапелляционно. Вот лекторы наши разъясняют. Вот, Владимир Владимирович... Доказательно разъясняют. Как раз хотел спросить, а вот какие критерии отбора самих лекторов сегодня используются? Какими качествами должен сегодня обладать человек, который вот идет в такую аудиторию? Знаете, здесь прежде всего высокий профессионализм все-таки стоит во главе угла. Потому что если человек не является достаточным профессионалом в той области, о которой он собирается говорить с молодежью, ну это дело гиблое. Его просто не услышат. Его могут услышать, если он заученный текст скажет, но как только начнется обратная связь, вот тут сразу все и закончится. А вы знаете, мне кажется, все-таки молодой человек, он очень остро чувствует фальш или не фальш. Поэтому, если ты заучил текст, мне кажется, у тебя изначально, ты априори... Лекторы, которые идут сегодня... У тебя ничего не получится. Что называется, с нашей подачей к молодежи, они очень хорошо владеют устной речью. Это второй критерий. То есть, человек должен уметь говорить. Может быть, профессионал выдающийся, но не способный к общению. Наши лекторы, это одна из важнейших, так сказать, позиций, по которым мы отбираем людей и просим их принимать участие в наших мероприятиях. Это способность интересно излагать иногда очень сложные, так сказать, темы и самый непростой материал. А как вы выбираете темы? Вы знаете, вот здесь у нас есть определенная свобода. Мы не зажимаем, скажем, всех в устье и рамке какой-то одной или двух тематик. Из тех тем, которые я назвал в начале нашего разговора, как раз вполне определенно следует следующий факт. Что первое – это профессиональная тематика. И если хотите, здесь общество знания вместе с лекторами работает над профессиональной ориентацией и вопросами профессионального самоопределения молодежи, особенно школьной. Потому что когда серьезный человек, доктор, ну, профессор рассказывает интересно о тех или иных научных проблемах, которые сегодня существуют, он вольно или невольно побуждает интерес у молодежи к этим проблемам. Это первое. И второе, вот тот большой блок, о котором мы просим говорить с молодежью, это, собственно, то, что мы обозначаем двумя словами «молодежная политика». Что такое молодежь, какое ее место сегодня в обществе, какие у нее есть возможности, куда она может идти, как она может реализовать себя, свои способности, таланты и так далее. Отсюда вот и эти тематики, как я уже повторюсь, там, государственная молодежная политика, путь студента, вот, там, навыки будущего, смогу ли я стать архитектором, градостроителем, молодежь на рынке труда, там, профессия юриста. И тому подобное. Я только те называю, которые вот последние дни у нас считались молодым людям. Ведь у нас есть ситуация, я хочу быть юристом. Мы это знаем. Или я хочу быть врачом. Вопрос, а почему ты хочешь быть юристом? Зачем? Зачем, да. А ты осознаешь, что такое профессия врача? С чем ты столкнешься, если действительно получишь эту квалификацию и диплом именно такого специалиста? Это некрасивые картины, которые показывают по телевизору. Это боль, это грязь, это горе людское. Это очень много аспектов, которые надо учитывать. И когда об этом с детьми, старшеклассниками мы говорим, я имею в виду наших профессионалов, например, из медицинской академии, то у детей возникает иное отношение к этому аспекту, к этой профессии и к своему возможному выбору будущего. Владимир Владимирович, у нас немного остается времени. Я все-таки хочу вас спросить. Вот общество знаний в этом году исполняется 75 лет. Впервые его попытались возродить, если я не ошибаюсь, в 2016 году. Но в апреле прошлого года президент, наш президент Владимир Владимирович Путин, в послании к Федеральному собранию сказал, что общество необходимо перезапустить. Что значит перезапустить? Какие цели в настоящее время стоят перед обществом знания? У нас осталось две минуты. Ключевые цели – это именно работа с молодежью. Я уже не первый раз сегодня об этом говорю, но это ключевая цель. Работа с молодежью, просвещение молодежи. Не буду развивать эту мысль, она в принципе понятна, потому что молодой человек, даже который сумел получить хорошее образование, он должен быть еще и образованным в широком смысле этого слова. Поэтому просветительская деятельность с молодежью, она очень важна и очень нужна. И третье – это мы несем научные знания в общество. Вот это, наверное, три важнейших сегодня аспекта деятельности общества знания. А вот последний быстрый вопрос. Что это за российский конкурс знания, который у нас планируется в самом ближайшем будущем? Я немножко не об этом хочу сказать. Я думаю, что это уже тема отдельного разговора. Я хочу сказать, что сейчас у нас акция «Поделись знаниям» плавно перетекла в другую. Просветительская акция в первом ряду. Где цели которой – познакомить молодежь с театральным искусством и театральной культурой нашей страны. И эта акция запускается у нас в Симферополе на площадке Крымского академического музыкального театра. То есть там есть целая афиша? Да. Анонс можно и на сайте театра посмотреть. И зарегистрировавшись на онлайн-платформе, можно стать участником этой акции. Любой желающий. Я поняла. Владимир Олегович, я вас благодарю за такую интересную беседу, за такой обстоятельный разговор. А нашим радиослушателям хочу напомнить, что у нас в студии был Владимир Олегович Курьянов, проректор Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Крымский федеральный университет имени Вернадского, председатель Крымского регионального отделения Российского общества знаний. Владимир Олегович, еще раз спасибо. Хорошего дня. Продолжаем эфир. Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире радио «Спутник в Крыму».